На днях в Армении заявили, что власти страны предотвратили попытку госпереворота, участники которой якобы прошли трехмесячное обучение в России. Президент Армении Никол Пашинян также заявил о разочаровании в ОТКБ и о возможных изменениях в сотрудничестве с данной организацией. Как Москва будет реагировать на подобные заявления со стороны Еревана? Удивительно, как меняются времена. Раньше я слышала от некоторых политических деятелей в Армении, что захват власти — это истинная демократия. Ну, вы знаете, стремление ряда армянских официальных лиц, ну, можно сказать, докрутить сообщение Следственного комитета Армении о предотвращении попытки госпереворота в расчете отыскать там некий российский след абсурдный, ну, буквально не выдерживает, правда, никакой критики. На мой взгляд, это просто специально запущенный фейк. Мы неоднократно подчеркивали, что в отличие от Запада, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Прискорбно, что некоторые круги в республике берут на вооружение заезженную тактику западников, которые, ну, видимо, уже вот десятилетие последнее точно, но и до этого прибегали к термину раскручивания русофобских настроений, поиска мнимой российской угрозы. Я, вот, понимаете, сегодня провела цифры. По зерновым 90% идет из России в Армению. Ну, вот, это же то, что потребляется страной ежедневно, это то, что реально кормит, обеспечивает безопасность. И почему это не поставить на первое место нашего взаимодействия? Почему не поставить экономические показатели на первое место? А почему существующие проблемы не решать в взаимоуважительном ключе? Ответ простой. Логика подсказывает, что действительно так и надо было бы сделать. Существующие вопросы или проблемы решать за столом переговоров, а не отказываться от них. А если происходит иначе, значит, в другом суть. Не в поиске развязок, а в попытке снять с себя ответственность за допущенные ошибки и переложить на других. Армении, мне кажется, нужно опасаться ни УДКБ, ни России. Ну, я говорю, это само по себе абсурдно, если мы туда поставляем продовольствие, торгуем, развиваем эту торговлю. Остаемся ближайшим союзником по всем показателям. Нужно им опасаться Запада и их сателлитов, которые давно специализируются на инспирировании цветных революций. Посмотрите, и всех призываю посмотреть на Грузию, что там Запад устроил. Западники с легкостью кидают тех, кого еще вчера называли друзьями и единомышленниками. Как только страна, государство начинает отставить национальные интересы, действовать в русле собственных целей и задач, тут же оказывается, что с Запада слезает эта овечья шкура, и там все видят эту волчую морду. Я не исключаю, что за этой топорно-сляпанной псевдосенсацией стоят консультанты западных служб. Их задача просто не допустить улучшения фона двусторонних отношений, в том числе с учетом предстоящих российско-армянских контактов на высшем и высоком уровне. Вы посмотрите, количество сотрудников американского посольства в Ереване, по-моему, две тысячи человек. Две тысячи человек, представляете? Очень много, очень многие работают на информационном направлении. А теперь посмотрите на информационный фон в Армении. Уже становится все более и более антироссийским. Но давайте все-таки увяжем одно с другим. Появление такого количества американских дипломатов в Армении, которые специализируются на информационной работе, повлекло ухудшение не просто фона, а появление, очевидно, антироссийских заказных материалов, проплаченных антироссийских средств массовой информации, распространения русофобских настроений, искусственно внедренных. Спасибо за комментарий.